друзья многим из вас понравилась серия с каменным троллем на закате и секрет привлекательности таких фотографий заключается в двух деталях первое это съемка в золотой час и вторая деталь это конечно же цветокоррекция которая как всегда не обошлась без кривых если мы посмотрим с вами на цвета которые я использовал в цветовой схеме то вы сами поймете почему эти снимки получились такие симпатичные но вы только посмотрите какие вкусные и аппетитные краски черный цвет и и все его оттенки в моем случае это серый цвет это цвет нейтральный он не участвует в цветовой схеме он является компенсатором цвета и моей цветовой схеме он выполняет роль холодных оттенков занимает порядка 30 процентов всего изображения а все остальные цвета это все оттенки оранжевого цвета от бледно-бежевого до темно-оранжевого почти красного и на цветовом круге моя цветовая схема выглядит вот таким вот образом и называется аналоговая гармония с теории хватит сегодня у тебя будет возможность обработать вместе со мной этот замечательный снимок поэтому скачиваю исходный файл по ссылке под видео и неважно на пк ты или на телефоне настройки lightroom идентичные и ты быстро научишься ретачить такие кадры и конечно же с использованием тоновой кривой и сегодня будет два крутых лайфхака которыми я с тобой поделюсь первый поможет тебе обрабатывать фотографию используя образец с которого ты будешь копировать цветокоррекцию а второй лайфхак связан с работой в кривых я покажу вам еще один маленький секрет который выведет вас на новый уровень обработки а сейчас настало самое время подписаться чтобы не пропускать будущем полезные тьют и по фотографии и поехали итак друзья первая фишка находится вот в этом окошке и если у вас здесь нет никаких значков вам нужно будет нажать вот сюда на треугольничек и кликнуть на режим обработки у вас появятся три вот таких вот значка вам нужно выбрать вот этот значок посередине который обозначается r и а и здесь у нас референсное и активное фото и теперь я беру обработанную уже фотографию перетягиваю вот в это окошко место для референсного фото и теперь друзья у вас слева находится образец а справа находится исходник который вы будете обрабатывать обращая внимание на цвет снимка слева по ссылке под видео ты можешь забрать и исходник формате роу и уже обработанную фотографию в джипег и когда ты в левой части окна разместишь обработанную фотографию то тебе легче будет ориентироваться на свою цветокоррекцию когда рядом у тебя будет расположен образец и конечно как вы поняли что в качестве референсного снимка можно использовать как свою фотографию так и чужую копируя тем самым понравившуюся вам обработку я референсную фотографию уберу чтобы она не мне не вам не мешало но вы оставьте ее и смотрите и на мои действия и одновременно ориентируйтесь на цвет из образца слева на вашем мониторе и так друзья первым делом что я сделаю это кликнул удалить хроматические аберрации включать профиль коррекции я не буду я не всегда его использую в данном случае я его тоже не задействую теперь двигаемся дальше перемещаемся в базовые основные настройки первым делом что я сделал это поправлю экспозицию потому что фотография у меня темноватая дальше я света уберу полностью влево тени уберу полностью вправо тем самым расширю динамический диапазон света теневого рисунка на моем изображении получу так называемый hdr точку белого я тоже слегка прижму где-то примерно на минус 50 точку черного слегка приподниму на плюс 30 я думаю будет достаточно контраст я немного пониже я это делаю заблаговременно для того чтобы работать в кривых а кривые усиливают световой и цветовой контраст поэтому при работе с кривыми я как правило делаю такую низко контрастную фотографию давайте текстуру слегка повысим я думаю 20 где-то будет достаточно немножко добавим четкости сочность прибавим давайте на где-то плюс 30 а насыщенность наоборот слегка прижмем до минус 20 у меня есть легкие фиолетовые оттенки на этом изображении я хотел бы от них избавиться для этого я поработаю с оттенком и делать я это буду вручную они ползунком для того чтобы не подобрать более тонкие настройки оттенка я думаю что это должно быть значение где-то 9 баланс белого я трогать не буду оставлю тот который мне сделала камера при съемке к базовым настройкам и возможно еще вернемся если это будет необходимо теперь давайте мы переместимся в тоновую кривую и давайте при обработке этого снимка мы пока пропустим первый шаг эта работа с кривой rgb перейдем сразу же в красный канал и я вам покажу еще одну фишку сейчас мы с вами будем повышать цветовой контраст изображения и для того чтобы нам не получить паразитные оттенки нам необходимо кривую во всех трех каналах в красном зеленым и синим выставить для начала в абсолютно одинаковых параметрах как этого добиться итак друзья как вы уже знаете нужно зажать кнопку alt и теперь ваши действия будут очень плавные кликаем левой кнопкой мыши для того чтобы зафиксировать самую центральную точку теперь друзья обратите внимание когда вы наводите курсор вот сюда на центр изображения у вас в левом верхнем углу вот тут вот видите появляются значения и сейчас это значение выглядит как 130 129 по сути дела эти цифры обозначают координаты нашей точки и расположение центральной точки конечно же не 130 на 129 так мы с вами поставили на глаз а для того чтобы выставить четко по центру нам необходимо здесь выставить такое значение которое будет показывать 128 128 вот друзья 128 128 это ровно центр нашей кривой ну пока еще прямой но скоро мы будем делать из нее с образную кривую теперь друзья мы с вами рассматриваем только часть гистограммы которая отвечает за темные участки изображения итак я зажимаю кнопочку alt выставляю курсор на центр и тяну нижнюю часть кривой немного ниже и теперь обращая внимание вот здесь на вот эти вот цифры вот здесь эта цифра 71 input и output 51 это также координаты нашей вот этой вот точке которую только что мы с вами выставили если вы очень педантично относитесь к цифрам вы можете выставить 70 на 50 итак друзья запомнили средняя точка у нас зафиксировано в координатах 128 на 128 а точка которая ниже зафиксирована координатами 70 на 50 теперь переходим с вами в зеленый канал и выставляем абсолютно те же самые параметры и так 128 на 128 70 на 50 идеально переходим в синий канал давайте я уберу этот красный кругляшок чтобы он не мне не вам не мешал обрабатывать и так синий канал то же самое 128 на 128 70 на 50 отлично и давайте посмотрим что произошло когда мы применили кривую и так вот фотография у нас без работы 100 новой кривой и вот так вот у нас фотография где мы сделали легкую с образную кривую но во всех трех каналах в цветных каналах выставили абсолютно одинаковое значение используя систему координат теперь друзья давайте перейдем в rgb канал здесь такие точные координаты нам нужны потому что тут мы работаем не с цветом а со светотеневым рисунком и мы выставляем параметры таким образом чтобы это радовало наш глаз я слегка понижу светимость в средних тонах и так друзья пока у нас изображение получилось в слишком низком ключе у нас завалены черные области изображения давайте мы с ними поработаем я во первых добавлю слегка экспозиции убавлю еще контраст сделаю фотографию немного помягче немножко наверно добавлю точку черного пожалуй вот так теперь темные области у нас не завалены они читаются на этом этапе я наверное сейчас сделаю виньетку потому что после применения виньетки как правило еще базовые настройки зачастую требуют доработки да пожалуй вот таким вот образом контраст и светотени меня устроит теперь друзья давайте поработаем с цветокоррекцией для того чтобы получить ту самую цветовую схему о которой я говорил итак друзья давайте мы красные оттенки уведем сторону оранжевых плюс 14 я думаю будет достаточно оранжевый в сторону красных можно даже посильнее чтобы получить вот такие вот интересные красноватые оттенки заката желтый у нас пока немножко выбивается схемы выглядит не так гармонично поэтому мы его тоже передвинем в сторону оранжевых ну где-то пожалуй вот таким вот образом и фиолетовый сделаем слегка похолоднее где-то примерно на минус 42 а пурпурный сделаем наоборот потеплее я думаю что где-то 30 будет достаточно итак друзья давайте переместимся в панель насыщенность поработаем с цветами здесь красный появляется только в виде артефактов трогать мы его не будем оранжевый оранжевый как по мне и так достаточно насыщенной его даже можно было слегка и убавить минус 7 желтый желтый я трогать не буду зеленого у меня здесь почти нет аквамарина я его тоже не вижу синий синий проявляется в виде грязного артефактного цвета на камнях поэтому давайте мы синий слегка прижмем фиолетовый тоже у нас артефакт пурпурный тоже виде каймы на облаках я тоже слегка прижму итак друзья мы с вами выставили цветокоррекцию но это еще не все я хочу еще поработать немного с кривой поэтому возвращаемся в тоновую кривую возвращаемся в красный канал теперь мы будем работать вот с этим вот участком который расположен между двумя нижними точками слева здесь мы на цифры уже смотреть не будем а мы будем просто подгонять темные участки нашего изображения под цветовую схему которая нам нравится и так зажимаем alt тянем среднюю точку вниз и вот мы в тенях наших камушков получили слегка зеленоватые оттенки теперь переходим зеленый канал также тянем среднюю точку внизу вниз в нас зеленый цвет на темных участках добавляется фиолетовый и у нас появляется такой благородный черный цвет и когда мы перейдем в синий канал двигая вот эту точку мы можем сделать этот черный цвет либо потеплее либо похолоднее здесь как говорится уже на любителя и так друзья 100 новой кривой пожалуй все теперь давайте перенесемся с вами в раздельное тонирование давайте сначала добавим в тени легких холодных оттенков зажимаем кнопочку alt цветовой тон в участке тени двигаем вправо в данном случае я думаю что цветовой тон где-то в районе 200 вот такой цвет тени я пожалуй оставлю отпускаю кнопку alt и кнопку мыши когда мы зажимаем кнопочку alt и двигаем цветовой тон у нас насыщенность работает на сто процентов соответственно сто процентов тени не применяют это просто испортит изображение мы с вами добавим совсем чуть-чуть совсем чуть-чуть чтобы слегка охладить наши тени я думаю что где-то вот наверно 78 будет достаточно пусть будет 7 так теперь друзья света давайте при помощи света у нас здесь достаточно много светлых участков изображения сделаем красивый оранжевый закат и так зажимаем кнопочку alt цветах ползунок цветовой тон двигаем вправо пожалуй назначение 26 я остановлюсь это такой вот оранжевый цвет с добавлением красного такое мне кажется вкусненький получился аппетитный и теперь давайте поиграем насыщенностью в данном случае насыщенность можно сделать и побольше чтобы изображение получилось поинтереснее но смотрите конечно же этим не злоупотребляйте и так возможно здесь стоит сделать побольше виньетку ну совсем чуть-чуть 24 это друзья как вы помните в самом начале я убрал оттенок до 9 и теперь я хочу это значение изменить вернуть его может быть не полностью но все-таки ближе к родным к дефолтным настройкам потому что сейчас как мне кажется холодные оттенки перевешивают а мне хотелось бы сделать это изображение чтобы в нем превалировал все-таки красный оранжевый и желто-оранжевый цвет давайте начнем двигать немножко вправо на так уже ко мне у нас закрашиваются пожалуй значение 12 будет самый раз и так друзья пожалуй все единство что меня все-таки немного смущают тени давайте мы вернемся к синему каналу к нашей точке которая отвечает за темные участки и попробую все-таки ее слегка приподнять да пожалуй вот так вот выглядит поинтереснее и мы в темных участках изображения и в средних которые ну чуть-чуть посветлее чем самые темные получили более такие холодные синеватые оттенки как вы видели в цветовой схеме этот свет серый он конечно же не синий ну на этом друзья все давайте посмотрим какая фотография у нас была изначально и так было стало на этом друзья все если видео было полезным ставьте лайки не забудьте перейти в мой инстаграм ссылочка будет в описании под видео подписаться в инстаграме и забрать в подарок 20 моих самых лучших пресетов заглядывайте в телеграм-канал там очень много дополнительных программ по обработке фотографий а также теплое общение уютная атмосфера желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok